У вольера с пандами собрались десятки посетителей и журналистов. Все в ожидании жуит. Неспешно, но очевидно с охоты он выходит на праздничный обед в честь китайского Нового года. Панды Московский зоопарк привезены из КНР. А в это же время в другом вольере познает мир его подросшая дочь. Еще не совсем ловкая, но очень любознательная Катюша и ее мама Дин-Дин сейчас главные звезды. Московского зоопарка. Малышка родилась в конце августа и уже выросла до 13,5 килограммов, хотя питается пока еще только материнским молоком. Она требовательная, она очень хитрая. Она ничего не будет делать, то, что ее будут заставлять. Ей нужно все самой. Вот я сама это увидела, я сама это попробую, заставлять мне ничего не нужно. Видно, что такая прямо своенравная Катюша. И это заметно. Вот, например, Дин-Дин уговаривает дочь остаться подремать в вольере. Но у Катюши другие планы. Малышка сейчас почти полностью копирует поведение и привычки матери. Она повторяет, как мама грызет бамбук, как она как-то забирается, как она сидит, как она держит в лапках вот этот бамбук. То есть она пытается все за ней повторить. Ей интересно, куда уходит мама. Потому что мама уже не живет постоянно с ней. Она уходит питаться уже в вольере. За жизнью маленькой панды пока можно следить только через социальные сети зоопарка. Но здесь еще много удивительных животных. Так что каждый посетитель найдет того, кто ему по душе. Еще одно из самых популярных животных зоопарка – Тимофей манул. Посетителям особенно интересно наблюдать за его подготовкой к зимнему сезону. Или так называемой зажировке. Зимой пищу добывать намного сложнее. Так что Тимофей буквально запасается жиром заранее. Так манулы в пределах вот весят от двух до пяти килограмм. То есть там килограмм на полтора он точно, а то и на два становится тяжелее. Естественно, становится менее подвижным. Манулы – животные очень скрытные. Для них нормально стараться, чтобы их было не видно. Вот он и старается. Всю свою долгую историю зоопарк – любимое место для его гостей. Здесь есть современная комфортная среда как для обитателей, так и для посетителей. При этом успешно решается основная задача – сохранить редкие и исчезающие виды животных. В коллекции московского зоопарка сейчас более 1200 видов животных. Это более 15 тысяч экземпляров. 60% из них являются краснокнижными. Московскому зоопарку 160 лет. Но это еще не все. У нас новая территория. 100 лет в этом году, в 1924 году, эта территория была открыта. И наш зоосад был переименован в зоопарк. Ежегодно московский зоопарк посещают миллионы гостей. Причем многие из них не один раз. Панды интересные. Это мишка интересный. Слоны. Слонов поглядели. Моржов. Моржи вообще шикарные выглядят. Там иллюминация такая хорошая. Они там плавают такие огромные. Да, здорово. Одно из главных достижений – значительное увеличение рождаемости животных. За 9 лет число детенышей, которые появились на свет в неволе, выросло почти в два раза. А значит, говорят специалисты, животные чувствуют себя как дома. Алиса Алексеева, Алексей Сыченко, Анна Меликян, CGTN, Москва. Под звуки гонгов, барабанов и традиционных китайских песен марионетки оживают в руках искусных кукловодов. Эти тени рассказывают зрителям истории об императорах и их слугах, о бравых войнах и мифических животных. Кукольный театр теней входит в список нематериального культурного наследия Китая. Поэтому в праздник весны тысячи людей приезжают в уезд Лошань, провинции Хэнань, чтобы насладиться этим древним искусством. Я в первый раз пришла на спектакль театра теней. Представление очень зрелищное. Мне кажется, всем в зале было интересно. Местные жители с теплотой вспоминают, как в детстве собирались на небольших площадках посмотреть шоу теней. В те времена выбор развлечений был небольшой, но в Лошане эти представления остаются главной традицией в праздник весны и по сей день. Китайский Новый Год – самое оживленное время для нас. Если у человека сбылось желание, например, он заработал много денег, или в семье родился ребенок, или за этот год произошло любое другое счастливое событие, тогда люди приглашают трупы театра теней. Местные жители таким образом надеются привлечь удачу в новом году. Куклы для театра теней делают из натуральной кожи. Размером они могут быть от 20 сантиметров до 1 метра. Ноги, талия, плечи и локти таких марионеток изгибаются, а руки кукол изготавливают из двух частей, чтобы более точно имитировать человеческие движения. Это мастерство передается из поколения в поколение уже больше четырех столетий. И сегодня Лошанский кукольный театр теней известен во всем Китае. Продолжение следует...